Продолжение следует... 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 Здесь они наблюдали гистологические изменения. В данном случае представлена зависимость пентэффекта достижения от количества баллов по шкале Ринол. Мы также наблюдаем достоверные изменения между средними и простыми для резекции опухолями. В целом можно сказать, что на восстановление функции почки после операции влияют следующие предоперационные факторы. Состояние функции почек, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарные диабеты, артериальная гипертензия, а также сложность резекции. Эффективность сохранения функции почки снижается при операциях с трудно расположенными опухолями у пациентов с изначальным снижением функции почек или с факторами риска, повышающими вероятность ухудшения функции почек в дальнейшем. Указанный параметр является неизменяемым, и в этом аспекте следует обратить внимание на интероперационные параметры и технические особенности операции, на которые мы можем повлиять. Мы также проанализировали интероперационные параметры и выявили, что среди интероперационных параметров особая важность имела продолжительность операции, процента объема сохраненной паренхимии и количество осложнений. На достижении три эффекта и на достижении пента эффекта также имело большое значение развитие острого повреждения почки после операции, наравне с объемом сохраненной паренхимии, использованием техники превентивного шла и количеством осложнений. Также время тепловой ишемии зависело только если оно было больше 25 минут по сравнению с тем временем, когда оно составляло меньше 10 минут. При ишемии менее 25 минут восстанавливается около 80% оперированной и 90% суммарной функции почек. При этом следует отметить, что одна треть паренхимии теряется вследствие сечения здоровой ткани, а две трети за счет деваскулиризации при реконструкции. Мы проанализировали зависимость методик реконструкции и выявили, что пента эффекта последняя зависит от количества используемых швов. Если однорядный шов или коагуляция, то у данных пациентов лучше сохраняется функция почек после операции. Таким образом, при более сложных и длительных резекциях почки, при центрально расположенных внутрисинусных опухолях обычно требуется более длительная ишемия. Очевидно, что объем паренхима в таких ситуациях сохранить труднее, он будет, скорее всего, меньше после операции. При этом при небольших периферически расположенных опухолях будет минимальным как время ишемия, так и объем удаленной паренхимы. Здесь суммарно представлены те факторы, которые влияют на сохранение функций почек после резекции. Еще раз подчеркну, мы не можем повлиять на неизменяемые факторы, но мы можем улучшить нашу технику, что является основным в улучшении функциональных результатов резекции почки. Спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.